на канал за гетку вступил такой вопрос всегда ли существует расплата за совершенный грех но дело в том что ни один грех не остается без последствий так скажем господь может простить наши грехи господь может покрыть наши грехи своим милосердием но все же сам по себе грех имеет свои последствия а последствия это такие что есть некий регистратор который наши грехи записывает и ходим ли мы отдыхаем ли мы работаем ли мы бодрствуем спим ли мы регистратор работает это регистратор наша совесть и вот когда мы будем на суде божьем тогда нам будет предъявлено все то что мы сделали в течение всей нашей жизни и есть только один вариант чтобы стереть запись этого регистратора это слезы покаяния если будем кается 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 всей души тогда и столица наша очищается это до регистратор на этот как будто бы обновляется и тогда тот грех который мы совершили бывает прощен за искреннее наше покаяние но чтобы все же нам покаяться чтобы прийти к этому покаянному чувству нам нужно научиться общаться с богом потому что если мы будем далеки от бога тогда мы будем относиться покаянию как к чему-то посторонним как чему-то придуманному как какой-то может быть какому-то способу совершенствование так далее но если мы начинаем общаться с богом если мы обращаясь к нему искренне от всей души и господь откликается дает нам теленое утешение господь дает нам подкрепление господь дает нам благодатное состояние благодатные переживания это постепенно душа становится мягче и тогда душа и располагается покаянию как мы с вами читаем 50 салме многократно омой меня от беззакония моего и греха моего очисти меня это если перевести славянского на русский так это звучит внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео